Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша, рада видеть вас снова на своем канале. И этот видеоролик, как вы, собственно, и понимаете по названию, будет посвящен у меня разбору моей коллекции кремовых и жидких румян, коих у меня уже набралось, на самом деле, очень даже прилично для обычного бьюти-маньяка. Мне кажется, это такая весьма-таки весомая коллекция, но прежде чем мы начнем свочить всю эту красоту, и да, стоит отметить, что здесь я также покажу не только свочи при таком освещении, но еще и при дневном. Я хочу зажечь вот эту свечку, которая у меня давно в коллекции существует, но что-то как-то я все никак ее не могу зажечь. И это Christmas Morning Punch. Она у меня, как помните вы, даже не попала ни в один из топов, подборок, да, Yankee Candle, и она даже вот, как видите, ни разу не была зажжена своей жизнью. А все потому, что мне очень нравилось это название Christmas Morning Punch. То есть это свечка, которую нужно, блин, зажигать после Рождества, после Нового Года, и ощутить колорит и прекрасное послевкусие этих зимних праздников. Ну, что могу сказать? Она пахнет пряно, сладко, и больше напоминает даже не какой-то пунш, а, наверное, больше какой-то глинтвейн. Лайт-версия глинтвейна. Зажгла, откладываем в сторону и начинаем постепенно разбирать мою коллекцию румян. И начну, пожалуй, я с трех экземпляров. И это жидкие румяна от бренда Rare Beauty. Это бренд Селены Гомес, и у нее эти румяна представлены, кажется, в двух финишах, сатиновый и матовый. У меня один оттенок как раз-таки матовый и два оттенка сатиновых. Насколько я поняла, у Селены вышло еще три оттенка, и они вошли в набор миниатюр. И я безумно хочу купить этот набор миниатюр. Я надеюсь, что его все-таки в нашу сифору все-таки подвезут. Но давайте свочить. Первый оттенок, который у меня появился, это была матовая формула румян Rare Beauty, и она называется Bliss. Один из, пожалуй, наверное, самых популярных около нюдово-персиковых оттенков румян. Универсальный цвет, я его использую чаще всего под какие-то, знаете, более насыщенные версии макияжа, более яркие макияжи, более темные и глубокие. С нюдово мне иногда кажется все же маловато этого оттенка, просто потому что он, ну как-то, не знаю, бледноват что ли. Наиболее гармоничным образом он вписывается в фиолетовые смоки, вот около того вариации. Оттенок действительно матовый, и о нем ходят разные информации по сети. Многие ребята, кто являются счастливым обладателем этого цвета, говорят о том, что с ним сложно в работе, и что он способен как залипать, так и неравномерно носиться, и в принципе довольно-таки капризный. Но у меня, на удивление, с ним вопросов особенных не возникло в работе. Все было хорошо, и он самонаслаивается, и в общем-то дозировать его легко. И действительно, это такой универсальный оттенок, и даже я бы сказала, наверное, для тех, кто не хочет прям сильно румяниться, и только входит заново в мир румян, этот оттенок будет очень и очень подходящий. У меня кожа с легким тепловатым потоном, и этот оттенок, мне кажется, очень неплохо вписывается под это все дело. В носке он также железобетонен до самого вечера, на моей комбинированной коже держится прекрасно, поэтому нареканий особенных у меня к нему нет, я его очень-очень люблю, и рада, что у меня большая бадья, так сказать, этого оттенка. Следующим цветом, пожалуй, я хочу рассмотреть второй экземпляр, который появился у меня в коллекции от Rare Beauty, и это уже более такие розово-персиковые оттенки, более даже клубничные. Это оттенок Happy. Он относится к сатиновым оттенкам из коллекции румян бренда Rare Beauty. И, кстати, вот сейчас, пока я собачу остальные, вы увидите, как Близ сейчас схватится и станет воистину матовым. Да, кстати, вот спонжик такой, как копытца, и вот одного свайпа, грубо говоря, хватает действительно на одну щеку и на вторую щеку. Оттенок тоже очень классный, и он действительно такой более розовый, как можно заметить, собственно. Тоже очень гармоничный и красивый, и мне он нравится, пожалуй, даже больше, чем предыдущий, для повседневных моих образов. Я в последнее время ношу такие теплые, нейтральные макияжные повседневку, и хочется придать лицу какой-то свежести, юности. И этот оттенок с лихвой может это как раз, в общем-то, организовать. Точно так же, как и у прошлого, несмотря на то, что финиш совершенно иной здесь, на мне держится все железобетонно и хорошо до позднего вечера. Так что оттенок Happy Хоид у меня в последнее время в любимцах, но не самый-самый-самый любимый, скажу так. Поэтому приступаем к засвучиванию последнего оттенка, который есть у меня в коллекции. И он входил в набор миниатюр-тревел-формата код бренда Rare Beauty, и этот оттенок тоже сатиновый, и называется он Joy. Что-то типа фавориты и мастхевы селены. Здесь уже из-за того, что это тревел-форматка, аппликатор-спонжик другого размера, он более маленький. Но ситуация обстоит таким образом, что этот оттенок обладает высоченной степенью пигментации. На уровне, кстати говоря, с предыдущим вот этим вот, который у нас Happy, ими можно прям переборщить. И если Joy еще можно поднаслоить, где-то подбавить, и в общем-то добиться нужной, так сказать, концентрации цвета у себя на щеках, то с последующими двумя оттенками можно очень лихо борщинуть таким образом, что придется потом тональным кремом все это дело подтирать и затирать. Поэтому, рассматривая эту миниатюрку, я понимаю, что мне ее хватит, ну, действительно надолго. Быть может, даже у меня этот закончится раньше, чем вот эти два, просто из-за того, что расход значительно ниже у них выходит в итоге. И в качестве дальнейшего засвочивания я, конечно же, покажу 4 оттенка кремовых румян от бренда Fenty Beauty. Честно скажу, вообще, и эти, собственно говоря, экземпляры из моей коллекции, и сама идея снять свочи видео, посвященное румяном в кремовой текстуре из моей коллекции, у меня появилась после того, как я посмотрела ролик Айсы на соответствующую тему, и поняла, что, блин, у меня тоже набирается, и почему бы не сделать свочи вечеринку этого всего добра. И начну, пожалуй, засвочивание всего этого великолепия с оттенка, который появился у меня самый-самый первый. И это оттенок 09 Cool Berry. Несмотря на то, что он довольно-таки неоднозначный и весьма-таки неординарный, знаете, он мне очень понравился, я еще тогда в тест-драйве, когда делала, в общем-то, примерку такую, да, и прокатывала этот оттенок, я поняла, насколько он прикольный. Несмотря на то, что у меня подтон кожи теплый, и этот оттенок не просто какой-то гнилой сливы, но он действительно какой-то такой вот испорченной сирени, гнилой сливы, не знаю, там, перебродившего черничного варенья, он подошел мне к многим макияжам очень неплохо. Особенно к таким, знаете, цветастым и, опять же, насыщенным. Он не выглядит на лице каким-то прям инородным, он очень гармонично вписывается, на удивление. Но, опять же, из-за того, что у него степень концентрации пигмента высокая, у меня даже ямка появляется с большим-большим трудом. Просто потому, что мне его, вот просто одного, так сказать, погружения пальца в рефил хватает на разнесение на обе щеки. Следом, конечно же, стоит отсвочить Petal Popping, который появился вторым у меня в коллекции, но я, пожалуй, сделаю свочи оттенка Summertime Wine, и это 0.8. Почему мне так хочется сделать? Потому что, мне кажется, у них очень много похожего с предыдущим оттенком. Хотя, этот значительно теплее, но нужно сделать должное, и нужно протестировать, отсвочить это дело рядышком. И, как видите, даже здесь на контрасте, как раз-таки Cool Berry, он еще более фиолетовый и еще более неординарным кажется. В отличие от оттенка Summertime Wine, за который мне еще пришлось в нашей сифоре побегать. Не знаю, насколько он пользуется популярностью во всем мире, но у нас как-то, да, что-то и очень быстро разобрали и долго не подвозили. Но, в итоге, я его подкараулила, в конце концов, и купила. И, действительно, мне он очень нравится. В отличие даже от других оттенков, да, почему, собственно, засвочивание всей коллекции наиболее информативный формат, как раз можно сравнить нюансы полутона и подтона. Как видно, здесь более такой тепленький, здесь более такой прохладненький. Ну и, наверное, все же, да, стоит отдать должного, будем свочить 02 Petal Popping. Я его взяла, потому что, опять же, воспалала в какой-то момент любовью к теплым, таким персиковым румяшкам. И здесь у меня весомая дуплышко и ямочка намечается. Почему? Потому что. Потому что у этого оттенка очень слабая концентрация цвета в себе, и его нужно наслаивать для достижения нужного результата. Мне маловато бывает одного погружения пальца в рефил, поэтому приходится погружать, ну, палец, наверное, раза два даже, чтобы наслоить до того самого эффекта, который мне нужен. Оттенок рыженький, тепленький, как вы можете заметить, да, но он более гармоничный и более нежный, чем как раз-таки вот более рыжий усиленный гомос получился. Даже если их растушевывать, да, получается, это все равно будет более такой насыщенный, и его нужно меньше, как я уже говорила ранее. Здесь нужно прямо наслаивать. И последний цвет из коллекции, которым я обладаю, это лимитированный оттенок, который называется Peach Face, и он входил в новогодний, насколько я помню, набор от Fenty Beauty, который включал в себя кремовую формулу блеска для губ от Рианы, и вот такой вот лимитированный оттенок новых румян. И он еще более апельсиновый, чем предыдущий цвет, который есть у меня в коллекции. И опять же здесь та же самая ситуация, в общем-то, как и с предыдущим. Если более глубокие оттенки у Рианы, они получаются более экономичными в расходе и более легкими в адаптации, просто потому что, ну, действительно, их легче как-то вписать, что ли, просто из-за того, что можно дозировать с легкостью концентрацию цвета, то с этими двумя как раз-таки сложность возникает из-за того, что наслаиваешь, 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 и получается, что можно иногда даже там воршнуть в какой-то момент или недоперенести оттенок. И это тоже такой весомый момент, почему у меня рука к ним не очень сильно тянется, но все же я ими пользуюсь. Хочу сказать так, что для любителей персиковых румян, быть может, как раз лучше подойдет Petal Popping, чем Pitch Face, потому что, как вы уже замечаете, да, по сводчу, Pitch Face он такой, апельсинка-апельсинка. Обладать лимитированным оттенком, конечно, приятно, но что-то, я не знаю, как-то немножечко большего ожидала. Ну и по факту, получается, Риановскими румянами я пользуюсь только, вот, пожалуй, этими тремя оттенками. Дополняя информационный пласт по румянам от Fenty Beauty, у меня недаром 4 экземпляра в коллекции. Скажу я так, мне очень нравится и их стойкость на моей коже. Я их не закрепляю никакими рассыпчатыми текстурами, другими рассыпчатыми румянами, которые дублируют подобный подтон, да, идентичный подтон, которым я пользуюсь. Тут нет такой необходимости, и даже когда я переодеваюсь по 2-3 раза на дню, бегая по району, за детьми и туда-сюда, я понимаю, что все равно к вечеру добрая часть оттенка на моей коже доживает до вечера. Они не пятнят, довольно равномерно наслаиваются, но, быть может, вы помните, как я ранее говорила, я люблю наносить вот эти вот свои кремовые румяна спонжем, которым предварительно наносила тональный продукт на лицо. То есть на нем уже есть какая-то капелька тонального крема, что способно снивелировать более высокую концентрацию пигмента румян, ну и, соответственно, так сказать, втушевать наиболее правильным образом румяна в тональный. Иногда я пробую наносить румяна кремовые при помощи пальца вбивающими движениями, но что-то как-то мне такой способ не очень нравится. Я тоже предпочитаю спонж, которым наносила тональный крем на лицо до этого. И, пожалуй, последний румяна, который у меня есть в коллекции, самый дешевый экземпляр из новогодней серии Lamelle, которая называется Moonrise, и это у них линейка Souffle Blush. У меня это тон 402. Увы, не помню, как он называется, но это, пожалуй, один из самых-самых любимых оттенков подобных кремовых румян у меня на сегодняшний день в коллекции. У него очень необычная текстура. Она не муссовая, не кремовая, но, да, она такая густоватенькая. Вот, она прям такая, прям, блин, кремово. Кремово-муссово-пролинешная такая формула. Прям очень-очень, так сказать, ну, наверное, вы сейчас можете увидеть как раз текстуру, да, особенно вот рядом, когда стоят кремово-гелевые от Fenty, и вот какая прям кремово-муссовая формула у румян от Lamelle. Боже, как я люблю эти румяна! У них оказался по факту. В итоге, один из самых таких легко адаптивных и максимально гармоничных подтонов румян, которые есть у меня в коллекции. Ну, то есть, они вообще прям не обязывают, и, на мой взгляд, любой вообще макияж, они способны преобразить, и, действительно, когда не бывает времени подбирать, там, не знаю, под общий образ румяна, всегда рука тянется к этим, и они, блин, всегда очень круто дополняют тот макияж, который получился до этого. Они немножечко похожи, по свочам, на оттенок Близ, да, матовый Близ от Rare Beauty, но все-таки Близ, они более такие персиковые, в то время как Lamelle, они более такие, не знаю, как переспелый абрикос, или немножечко такая зеленоватая хурма, не знаю, как описать этот оттенок, честно скажу. Я дальше вам приколю, собственно, свочи, которые я делала при дневном освещении, чтобы вы могли понимать, да, вот эти вот нюансы полутонов, и чуть достовернее еще для себя рассмотреть все эти оттенки, которые есть у меня в коллекции рядом друг с другом, и да, это рука не моя, это рука той самой как раз-таки заловки моей Саши. Саша, если ты меня смотришь, огромный тебе привет передаю. Та самая, которые очень часто переезжают мои палетки на более основательное житье-бытье. Так что вот как ни крути, все же, все же, вот как-то не знаю, сломай, прям у меня любовь-любовь случилась. Ну и да, с учетом того, сколько они стоят, это прям вообще открытие для меня. Но тем не менее, любить меньше, например, румяна Rare Beauty я не стану. Но для себя я поняла, что растяжка румян, например, от Fenty Beauty далеко не все мне подходит и в полутонах, это касается больше светлых, и в плане текстур, опять же, касается больше светлых, потому что все же, ну вот, этот нюанс мне немножечко как-то, ну, недостаточно удовлетворяет. У румян Rare Beauty к ними никаких предъяв, в общем-то, не могу раскатать, все у меня с ними хорошо, я их люблю. Ну и да, ламель, это, конечно, любовь-любовь. Я очень-очень надеюсь и очень уповаю на то, что это некая такая маленькая сводч-вечеринка была для вас информативна и наглядна, и полезна. Или же, быть может, мои информационные ремарки в плане стойкости, покрытия и легкости в работе по поводу каждой из категорий вам сумеют помочь, когда непосредственно вы пойдете выбирать в магазин ту или иную текстуру, тот или иной потон. Кстати говоря, свечка, она уже тут разгорелась неплохо, пахнет действительно таким глинтвейным, свежим, легким, очень вкусным. Спасибо вам за внимание, спасибо за время, которое вы уделили на просмотр этого ролика. Увидимся с вами скоро, через два дня на третий, как всегда. А с вами была Саша, и всем спасибо за внимание, и до новых встреч, и всем пока-пока. Продолжение следует...